Привет, меня зовут Женя, я люблю пиво. Сегодня мы пробуем в очередной раз сидры. Со мной Соня Никита, Супер Компани. Закрытую. Сидры, купленные в АК. Закрытую, это мы... На них написано было, что они сухие. Вот, что единственное... Скажи, что в КБ. Нет, не в КБ. Все, что написано на сидре, все это вранье. Да, за это не верю. Пахнет тухом яблоки. Ну, это уже, я по-зацу почувствовал, что он не сухой. Я реально искал везде, где написано Трайк. Ну, мне кажется, как раз, что он сухой. Что вообще значит сухой? Ну, значит, не сладкий. Спасибо. Следующий вопрос. Все, все мои познания. Есть какие-то нормы у сидр-делов, что это суховие? Такие же, как у виноделов. Вот Соня у нас главная по вину. Что тут суховие? Несладкое. Наша передача приходит на новый уровень. Как это? Мои пить это не... Значит, что нет добавленного сахара. Добавленное или не сброженное? Почему? Яблочки были сладкие, груши были сладкие, все. Нет, именно добавленного или не сброженного? Не сброженного. Добавленного. Ну, а добавленный сахар. Если... То есть, полусухое или полусладкое, это туда, куда захреначили сахар, что ли, из этого? Из пакета. Если это вино в пакете, то да. В пакете из пакета. Да. В пакете из пакета из зеркала. Вино в пакете из пакета. Ладно, погнали за второй. Мне понравилось, прикольно все. Непонятно, все пишут суховое, но очень разные суховое. Я такой буду пить. Это хитрый лист? Опять хитрый. Мистер Лис. Хитрый Лис или Мистер Лис? Как это? Мистер Сидор. Какой? Мистер Сидор нельзя пить. Мистер Лис мод. Ладно, погнали за второй. Погнали. Второй. Что второе? Введение. Второе. Ну, второе. Что у тебя второе? Что у меня обердеприли? Второй сухой Сидор. Введение? Прилипший обердеприлик. Пахнет грушей. Это Сидор. Это Сидор, да. Выбухать. Точно не Пуаре. О, этот тоже такой прям почти не сладкий. Сидор. У нас вообще разные понятия не сладкие. Тебе сладко? Угу. Не сладкое тогда сводит в пилу, знаете, вот такие кислые. Кисто-моченые яблоки. Я пила вот сейчас Вишнём Сидор, который Евгений любезно предоставил мне для разогрева перед сливками. Вот так теперь это называем. Гэнбэнг. Вот, и он намного слаще, чем этот. Это не внимание. Не знаю, может, будет там реально сухой Сидор такой? Мы посмотрим. Чисто там только яблоки. Ну, такие, кстати, бывают, которые прямо кислые Сидор. Да, но это, скорее всего, дикие, которые вот там всякие яблоки, когда прям совсем... Состав интересный, впечатляют, потому что те Сидоры, которые реально сухие, там просто яблоки. Нет, они вообще, в теории, всё, что называется Сидор, оно всё сделано из сока прямого отжима, из яблок. Без добавления всяких этих сока, это тогда классический Сидор, а ну, это вот Сидор, яблоки с соком, яблоки. Да, 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 вот таким. Кайф. Запах нравится? Смотри, вкус такой. Никита даже причемакивает, когда пьёт. Это, может, подмышка, знаешь, слишком быстро на рот. Ням-ням-ням-ням. Вкусняшка. Ну, пахнет бомбичичный. Ну, это вот как сок реально, вот, это, из бамбики. Да, это реально как сок, как алкогольный. Только немножко алкогол. Только веселая бабушка налила тебе. Немножко на самогоночке туда, бабушка. Бахнула, бражечка такая. У меня была, кстати, такая история, мы были у деда с бабушкой подруги, вот, и был 9 мая, там большой праздник, все деревни собрались. Она такая, девочки, мы, значит, самогон все будем пить, а мы были, наверное, было лет по 15. Она такая, вам чуть-чуть вина домашнего. И она принесла бациллу, там был красного цвета напиток, она нам налила в маленькие стопки. Это реально просто был смородиновый самогон. Вино. Для родителей. Вино. Вообще-то вино. Она была градусов 30, точно. У меня бабушка самогон тоже вином называла. Она все время, когда мы куда-то шли, я еще гуляю, что вы только вина не пьете. Вот так вот. В плане того, что не бухаете. Это как в Коране. Вино запрещено употреблять мусульманам. Поэтому они пьют все остальное. Считаю, что Мохаммед сказал, что... А что у них тогда не продается нигде это все? Это какой-то Sony Edition 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 Edition. Специальный какой-то. Ну что, как вам третий? Чего? Мыло никто не чувствует? Нет. Дегтярное? Мыло Тайлера Дёргана. Тайлера Дёргана. Ну, привкус такого в конце не остается? Чего-то такого странного. Привкус есть, да. Я согласен. Как будто мыло поел. Может, и один в детстве мыло, я не знаю. Вы не знаете, как оно на вкус? Горчинка такая. Ну, слушай, не знаю. Да не горчинка, блин. Ну, это... Это очень странно. Малинка? Ягода-малинка. Даня пьет из чашки до эспрекса. Он не бухает. Это вино. Это вино. Не надо, да. Ладно, давайте за четвертым. Давай. Ой, спирдит. Да. Ну, не слышал это? А, ну, так я слышал. Да. Какой-то. Что-то мне на отданную бытку сделать. Что-то соседнего изденавидели. Четвертый. Ну, это, короче, так вообще. Что-то безвкусное такое. Дюшнесс какой-то. Слабо... Дюшнесс. Разведенный в одной. Дюшнесс, короче, полный. Тоже пахнет мочеными яблоками. Но вкус вообще пустой. И плоский. Пустой и плоский, да. Да, это плохо. Короче, да. Так, ну что, у нас экспресс. Поэтому... А пятый? Пятый. 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 Вот, в раковине скапливался, волос. Он такой открутил и вот этим все в баню. О, отлично. Чувствуешь, да? Ну, это как бы унитазом? Не унитазом таким, но... Я больше не хочу. ...хм... ...фанализацией, короче. Все, все, фантазия слишком бурно разыгралась. но везде вот кто хотел знать везде написано сухой это тоже написано только я пью номер 2 сухой фильтр он вообще не мой конек понимать какой не мой конек понимать а вот этот полусухой попался к видор до составу это прикольно этикетка вот этот блин а это тоже сухой написано же тоже сами драй вот твари как-то не ты не прочел причем это нет я выбирал стоял долго и это да вот смотри здесь например сок составить сок с чем сахаром это значит не классический сидор тут еще и сурок есть какой-то носа фуркозный фуркозный второй час по краситель это вообще потом а я пью вот такой тоже просто сухой здесь просто яблочный какой мне понравится последний говняков мне кажется но вот это судя по названию, это вот это. Да, ну хорошо. Магично. Короче... Сфин, ты должна узнать вот этот первый. Я думаю, что вот этот второй я меняю. Я переобуваюсь. А этот? Это, возможно, первый. Тут почему-то нет состава. А, есть камни. Тут еще винные дрожжи составы. Ну, а чем-то они сбраживают обычно. Блин, а вот этот, кстати. Ну, кстати... Ну, короче говоря, я думаю, что вот это, возможно, первый. Вот это второй дали на удачу. Знатаки Сидор, скажите мне... Ну, они есть и бутылка, и банк. У вас бутылку тяжелее нести. Банк уже 250 рублей. Так, а что, как вы решили? Все остальное я не знаю. Такие Сидоры. Я когда в поляне был, зашел в магаз, увидел. Девушка, у вас есть Сидоры? Она говорит, вот. А есть эти? Негазированные, она такая. Ну, негристые. Таких не было, а все Сидоры гристые. Я думаю, ты чё? А что ты имеешь... Нет, есть не газированные. Сидоры не газированные. Да. Молодые тогда только. Ну, вот есть же не газированные. Она мне уверяла, что нет! Да нету! Нету! Как нет? Есть слабый газированный. У тебя все равно есть газация. При брожении они тебя все равно забирают от Северного. Ну, это я не знаю. Газация на уровне, блин... Короче, если ты найдешь... Пил, ты открываешь какую-нибудь, он тоже газированный. Вот этот, который выглядит как смысл. Ну, это не игристый, значит, я все-таки имею. Сейчас, секунду, я не могу с двоими сразу говорить. Ну, я просто устала от вашего спора, решила привести. Короче, они все игристые, они все газированные. Нарая есть испанский Сидор такой, он как раз такой кислый. И он сервис СО2 внутри. Наверное. Ты даже, когда его открываешь, ну, бутылки под шампанского, ты открываешь, там нету... Фейерверка. Газации, ничего такого. Пьешь его, он тоже не газированный. Не игристый. И такие Сидоры есть. Да блин, ты... В этот я ездил, как его. Я определилась. Да, есть прям супер такие, да, игристые. Ну, вот эти тоже все, кроме вот этого Пура, тоже такие. Пура. Кура-мура. Никитос, ты как-то можешь повлиять на это? Ну, тут очевидная ошибка с Соней, просто не знаю. Там риски будут, поэтому она ошиблась. Да? В остальном не буду комментировать. То есть ты считаешь, что... Подожди, я посмотрела, что он фильтрованный. Сухой, фильтрованный. А вот на этом написано натурального выражения. Я подумала, что пусть смузи будет натурального выражения. И они все загазированы в любом случае. А дальше... Иристо – это вино. Оно сбродило, и оно без этого. Без газиков оно. А эти все с газиками, понимаешь? Да, вот, есть прям и газированные, прям как шампанское. Есть просто разная степень газации. Да, да, есть. А вот эти... Пуаре, по-моему? Пуаре. Пуаре – это то же самое. Вино, которое... Ты видел, как говорится? Вино газированное, но не шампанское. Есть. Газированное. Ну, есть... И оно называется игристое. Нет, есть вино слабой газации, как оно. Есть эти, как оно. Вино Верде. Вино Верде, да, вот эти. Они тоже, да. Португальцы. Ну, молодое. Ну, там чуть-чуть газиков. Примерно, как вот здесь, наверное. Вино дрочеры сраные. Это дискриминация. Ну, просто дрочеры. А, угадали, не угадали, не угадали, не угадали, не угадали. А вот так? Угадали, не угадали, не угадали, не угадали, не угадали, не угадали. Подожди, я сворю. Да не, не, вот это тоже. Вот это угадали. Подожди, тогда... Как угадали? Вот так правильно? Вот этот правильно, вот этот правильно. Короче, правильно, что ли? Да. Потому что вот эта вот штука – это вот это. Серьезно? они все это и мутные все все эти сидры они типа как натурального натурально для натуре ну соня двойка садись короче первый не видишь что-то в глазах заливаешь зайцев зайцев глаза до подожди потом быть короче какой кому понравился вот кому какой понравилось ну если выбирать ну вот это наверно самый привет ты эксперт эксперт так у нас свободная сторона про не сядешь мне моя любимая давняя дача вот это мне очень понравилось но я покупаю номер 2 номер 2 полусухой а этот поможет номер один а этот сухой это сухой игристый как ты говоришь здесь написано кстати мне в принципе понравился 1 2 3 очень как они будут в отношении твоего фаворита мистера лиса мистер лис более не мой фаворит больше не плыв а кто теперь тут мой фаворит дальняя дача реклама дальней дачи и красное и иногда белое и водочка с бельщиком холодненький на коз морозилочки слайсами нарезана кавказец что русский кавказец ладно в итоге дальняя дача кайф честер вот этот сухой кстати который когда мы пробовали какие-то полусладкие они были вполне ну они были очень сладкие даже вот этот вишневый который ты мне привез он очень сладкий да вот этот меня разочаровал я на него надеялся хотя че на него надеется вообще я тоже по этикетке думала что он какой-то а он самый неинтересный на иностранном написано что-то ладно всем лайк шер коммент всем пока экспресс-супуск жень какой у нас был рекорд двенадцать минут я просто уже озвучил мыс чтобы всем было не ловко надо всем по кругу и все таки приходили смотрели в пух мы не в европе на это там после этого все раскрепощены у нас другая менталитет с учетом того что даня похож на кавказ я начинаю напрягаться когда ничего не получится твой этот курьер дагестанец он тоже подъедет я его уже моюкнул